Идеальное соседство. В Наринмаре в эти дни обсуждают лучшие российские практики в области межнациональных отношений. Нинецкий округ делится секретами благополучия. Осторожность секта. В регионе развернули свою деятельность религиозные и некоммерческие организации. Под влияние попадают коренные жители. Законодатели бьют тревогу. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Развитие межнациональных отношений в условиях Заполярье и Крайнего Севера. Этой теме посвящено заседанию Международной ассамблеи столицы и крупных городов, которое началось сегодня в Наринмаре. В нем принимают участие эксперты и представители городов, членов Международной ассамблеи, администрации Нинецкого округа, Наринмаром, Конгресса национальных объединений России. Главная тема большой встречи – предупреждение и профилактика межнациональных конфликтов. По мнению участников Международной конференции, это самая актуальная тема, которая стоит сегодня перед всей страной. Россия – многонациональное государство, где проживает порядка 220 наций и народностей. И все благополучие и развитие России состоит в том, как эти нации будут ладить между собой, отмечает Владимир Хамерики, президент Конгресса национальных объединений России. Сегодня в России нет таких видимых и явных угроз, потому что Россия сильная государство, у нее есть ядерное оружие, она может себя защитить. Экономически тоже мы видим, насколько могущая Россия, что никакие кризисы, никакие бойкоты ее не смущают, и Россия на должном уровне. «Единственная уязвимая и больная точка России – это как раз-таки межнациональные и межконфессиональные отношения. Это та бомба, если над которой не работать, наши недруги могут разжигать эти конфликты, и мы видим, что по всему миру, в принципе, они-то возникают на этой почве». Межнациональные отношения – это не только отношения мигрантов из стран ближнего зарубежья с гражданами той страны, куда они пребывают, но также это и отношения между коренными малочисленными народами и теми национальностями, которые живут на их территориях. Яркий тому пример – Ненецкий автономный округ. В субъекте численностью чуть более 40 тысяч человек одновременно проживают ненцы, русские, коми, украинцы, азербайджанцы, в общем, более 70 национальностей. Межэтнические отношения в регионе протекают в спокойном русле, во многом благодаря планомерной работе властей и общественных организаций над этим вопросом. Толерантность, уважение к другой нации – это приоритет. Поэтому мы работаем предметно с каждой диаспорой, землячеством. При этом самое основное, наверное, это общение, возможность рассказать о себе. Успешной практикой построения гармоничных межнациональных отношений в Ненецком округе уже заинтересовались другие регионы страны. Впрочем, ими самим есть что предложить. Конференция стала эффективной площадкой для обмена опытом. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Дом дружбы народов Ставрополь, телепередача в кругу друзей в Перми, Мисс Ассамблея народов России в Ярославле. В рамках международной конференции гости столицы региона представили лучшие проекты, направленные на развитие межнациональных отношений. О том, как живут и взаимодействуют разные народы на Урале, Юге и в Средней полосе России, узнала Любовь Пермякова. «Хотел бы рассказать о двух проектах, которые в прошлый год вызвали достаточно большой интерес. Это проект телепередачи в кругу друзей. И 12 этих передач было показано на четырех каналах, на ВГТРК Пермя, Россия 1, Россия 2 и Культура. И сейчас телекомпания отметит для себя, что эти программы вызывают интерес у зрителей. Они повторяют их уже в бесплатном для муниципалитета режиме». По данным Всероссийской переписи, в Перми проживает около 115 национальностей. Большинство пермяков – русские. Кроме армян, к числу наиболее многочисленных также можно отнести сообщества татар, башкир и украинцев. Есть среди горожан арабы, британцы, греки, латыши, финны, чехи, якуты, турки, болгары и испанцы. По данным последней переписи, к постоянному населению города Перми отнесли себя почти 250 китайцев. Телепередача «В кругу друзей» как раз и знакомит жителей Перми и Пермского края с культурой разных народов. «Наш город большой, наш город многонациональный. И мы продолжаем наше знакомство с традициями народов, которые населяют наш большой город. И я хочу представить, а сегодня наша программа посвящена армянской культуре, наших гостей. Анаит Араратовна Арутюнян и музыкант Гор Сиваян». Кроме телепередачи, в 2015 году был выпущен цикл научно-популярных иллюстрированных изданий об истории и культуре народов города. В частности, становятся добрыми традициями проведения праздников. Навруз, Международный день дружбы, Фестиваль национальных культур, Городской фестиваль культуры и народов Прикамья «Все народы в гости к нам», Фестиваль татарской культуры, Пермь «Талант Лары», национальный праздник «Сабантуй» и другие мероприятия. Как показывают исследования, по состоянию на 31 декабря 2015 года, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Перми, составила более 88%. В Ярославле для укрепления взаимопонимания и дружбы тоже проводят различные мероприятия. Борьба, если и происходит, то только в конкурсе красоты. Мисс Ассамблея народов России. Самый красивый проект за круглым столом представил заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. Вячеслав Игоревич отметил, что органы власти тесно взаимодействуют с общественными организациями. В феврале 2014 года было заключено соглашение о сотрудничестве между мэрией и Ассамблеей народов России. Это редкий пример, кстати говоря, подписания официального документа между общественной организацией и органами власти, где мы подробно спланировали на длительную перспективу нашу совместную работу. В июне 2014 года в структуре мэрии появилась должность советник мэра по вопросам междунационального сотрудничества на общественных началах. В начале 2016 года в Ярославле и во всех муниципальных образованиях области был утвержден план по гармонизации межнациональных отношений, отметил заместитель мэра. И если в Ярославле строят планы на будущее, то в Ставрополе построили целый дом дружбы народов, где под одной крышей теперь живут представители более 10 национальностей. До 2014 года у нас каждое национально-культурное объединение имело бесплатно одни 200 квадратных метров помещения, другие арендовали, третьи за свои деньги где-то у кого-то размещались. Мы решили эту проблему, предоставим всем равные условия. Мы дали 15 больших кабинетов. Мы им предоставили такие помещения, предоставили возможность пользоваться залом на 300 мест для проведения своих мероприятий. Все предложения, решения и инициативы, которые возникли у участников конференции, легли в основу итоговой резолюции. Документ будет направлен в города члены ассамблеи, а также профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы, межгородские объединения и ассоциации. Регулировать вопросы, связанные с миссионерской деятельностью на территории Нинецкого округа в скором времени будут на законодательном уровне. С такой инициативой на заседании постоянной комиссии выступили сразу два докладчика, разработавшие аналогичные законопроекты. Эксперты отмечают, что деятельность сектантов способствует развитию межэтнических конфликтов и влечет за собой необратимые последствия для традиционного образа жизни ненцев. По нашей информации, на территории рядом муниципальных образований нашего округа ведут активную деятельность некоммерческие религиозные организации, в обиходе мы называемых сектами, в частности, адвентисты седьмого дня. По информации, подтвержденной Федеральной службой безопасности, существует процесс материального взаимодействия, то есть жители активно жертвуют средства на деятельность данных организаций. По информации Архангельского регионального антисектантского центра «Гражданская безопасность» на территорию Ненецкого округа миссионеры приходят из Республики Коми со стороны Воркуты, где с середины 90-х годов действует неопятидесятническая секта с широкими международными связями Силаам. Представленным на комиссии собрания депутатов проектом закона предусматривается обязанность миссионера уведомлять уполномоченный исполнительный орган государственной власти о начале осуществления миссионерской деятельности. Также проектом определенный перечень документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган. Качество норинмарских мясопродуктов улучшится. К изготовлению продукции из оленины приложилась рука заморского мастера. Первые деликатесы с привкусом Австрии уже оценила наша съемочная группа. Ловись, рыбка большая и маленькая. У лок нынецких рыбаков выше прошлогодних показателей на 20%. Новую продукцию по австрийским технологиям представило предприятие «Мясопродукты». В Норинмаре в течение двух недель бесценным опытом делился потомственный мясник из Австрии Гюнтер Яшке. Более 30 новых видов колбасы горячего, холодного копчения с разнообразными начинками, сыром, шампиньонами, зеленью и перцем уже оценили жители и гости окружной столицы. Гюнтер Яшке делает ароматную начинку для новых сортов колбасы. Две недели потомственный мясник из Австрии делился опытом сырокопчения мясных деликатесов сотрудниками мясокомбината. Ненецкая оленина и австрийские приправы – такой союз стал рождением 34 новых видов продукции. «Это мясо в севере олени. Просто это, по идее, это старая технология. Это уже мой дедушка такое делит, мой папа, я такое делим. Это по принципу мазка соль и много разных специй. Черный перец, чеснок, здесь еще укроп там есть. Нам будет две недели нужно на холодильник, каждый день вернулись и прессуем немножко, когда спеется и соль все внутри пошла и потом через горячий дым пекаем». Этому рецепту, по словам австрийского мастера, более полувека. Горячее копченое мясо – один из уникальных продуктов, которые, кроме фирмы Гюнтера, в России никто не выпускает. В конце прошлого года он открыл в Петербурге свое дело – небольшое производство колбас и сосисок по традиционным австрийским и немецким рецептам под маркой «Гюнтерс мясные продукты». Рецептуры абсолютно такие же, как в Австрии, только из местного сырья. Семейные традиции и личный опыт Гюнтера Яшки помогут повысить качество и местной продукции, считает директор предприятия мясопродукты Тамара Критская. «Наша цель была не только научить специалистов, но наша цель была ввести в ассортимент с наполнителями колбасы, как любят в Германии, шампиньоны, зелень, расширить ассортимент, чтобы название менялось не из-за количества присутствия мяса в данном продукте, а чтобы были начинки разные». Мартаделла с оливками, вареная колбаса с шампиньонами, с перцем, петрушкой, сыром и другими начинками холодного и горячего копчения. Такому разнообразию удивились не только местные жители, но и гости города. «Вы знаете, получил большое удовольствие, потому что в Москве редко встретишь такие натуральные колбаски, как здесь, и мы там практически перестали их есть. Больше всего мне понравилась, если честно, вот эта вот вареная свинина, буженина, вот эта вот колбаска, которая называется тирольская, и, конечно, натуральная оленина, как очень полезный и самый такой натуральный и полезный продукт». «Мясо нравится, и это нравится как-то, почему-то без оболочки, так и не помню, почему она без оболочки. Оленина, ноу-хау, да? Вот это, да, 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 попробуй, попробуй, попробуй. Ну, хорошая штука, попробуй даже. Семь новых видов мясной продукции, которые продемонстрировали на дегустации, уже есть в фирменных магазинах мясопродукты. Все остальные деликатесы появятся на прилавках на следующей неделе. Любовь Пермякова, Владислав Носким, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Улов ненецких рыбаков за первый квартал 2016 года выше прошлогодних показателей на 20%. Общий объем улова на море и внутренних водоемах региона с начала года составил 2848 тонн рыбы. В 2015 году за аналогичный период ненецкие рыбаки выловили 2341 тонну. С января по март текущего года суда ненецкого рыбак-колхозсоюза в акватории Баренцева моря и в прибрежной части выловили почти 2000 тонн трески и 827 тонн пикши. Вылов данных пород рыб проходит в круглогодичном режиме. Рыбаки уже освоили 23% выделенных на 2016 год квот. Промышленный вылов на внутренних водоемах Ненецкого округа за три месяца составил около 58 тонн. Индивидуальные предприниматели и рыболовецкие колхозы осуществили добычу наваги, щуки, сега и платвы. Представители традиционного рыболовства, запросив в 2016 году квоты на разные виды водных биоресурсов, общим объемом 484 тонны, выловили с начала месяца 390 килограмм рыбы. Как пояснили в профильном департаменте, основной сезон для рыбаков НАУ откроется после освобождения река Тальда. Интенсивный промысел традиционно намечен на середину июля и до ледостава. В этот период в НАУ рыбаки в основном добывают семгу, горбушу, ряпушку и сеговые породы рыб. В школах города проходят космические уроки. Свои шансы на то, чтобы собственными глазами увидеть Вселенную, выяснили городские школьники. Финал олимпийцев по избирательному праву и избирательному процессу прошел в Наринмаре. 10 человек из разных школ города сразились за три призовых места. Олимпиада по избирательному праву в Неницком округе проводится уже в пятый раз и пользуется большой популярностью у молодежи. Только в этом году в отборочном туре приняло участие рекордное количество – 68 человек. Чтобы попасть в финал, необходимо было написать эссе по одной из пяти предложенных цитат известных исторических и политических деятелей. Плохие власти выбираются гражданами, которые не голосуют. Выбор – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников и другие. В финале участники будут проходить три финальных испытания. Это ситуационные задачи, тестовые задания и устное сообщение на заданную тему. По оценке жюри, все призовые места достались ученикам 11 классов третьей школы. Лучшим среди одноклассников стал Захар Чупров. Второе место заняла Виктория Новоселова, а третье место – Николай Фролов. Что необходимо человеку, чтобы полететь в космос? Космонавты говорят, что в первую очередь большое желание и отменное здоровье. Об этом сегодня узнали ученики школы номер 4. Там прошла познавательная игра «Космический рейс», которая помогла ребятам узнать, есть ли у них шансы своими глазами увидеть Вселенную. Раз, два, три, все. Давление, как у космонавта, выражение неформальное. Устойчивый и равномерный пульс – признак хорошего здоровья. Без которого космос не покорить. Ученики начальных классов школы номер 4, один из уроков, посвятили оценке своих физических возможностей и здоровья. Замерили пульс, проверили гибкость и время задержки дыхания. От 26 до 30 секунд – это уровень выше среднего, или более 30 секунд – это высокий уровень. Тогда человек уже сможет полететь в космос. В четвёртой школе действует кружок для седьмых классов «Планета Икс», который является частью Всероссийского одноимённого проекта. Он объединяет ребят, интересующихся темой космоса. При активном участии Героя России, лётчика-космонавта Александра Лазуткина, школьники всей страны постигают тайны Вселенной. Он присылает полётные задания, у него есть ключевое слово для нас. Он нам пересылает телеграмму в виде полётного задания. Мы выполняем на нашей планете Земля и отправляем ему эти данные, которые он нас просит. Результатом проекта станет Всероссийская конференция, где выступят школьники со своими теоретическими и практическими работами. А главное – с ясным пониманием. Событие 12 апреля 1961 года открыло в истории человечества новую страницу. Сейчас эта дата, мы надеемся, тоже привлечёт внимание многих школ, многих учеников. И она станет в их сердце той же датой, как в сердце наших родителей, когда это действительно перевернуло сознание человечества. Желаем вам доброго полёта! Я жалю один! Мы сейчас желаем вам доброго полёта! Всё нормально! Поехали! Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.